Друзья, здравствуйте! С вами на связи Дмитрий Патриваев, портал CGScope и в этом немножко необычном видео я хочу обратиться к вам с небольшой новостной информацией. Это новый формат видео, в котором я попытаюсь очень коротко рассказать о тех новостях, изменениях или обновлениях, которые связаны с нашим порталом. Итак, на сегодня у меня будет для вас три небольшие новости, поэтому давайте к ними перейдем. Новость первая, она связана непосредственно с нашим порталом, с нашим сайтом CGScope. Заключается она в том, что не так давно доменное имя CGScope.com изменилось на новый формат домена CGScope.info. Вот по такому адресу теперь будет находиться наш сайт. Как видите, я восстановил его работоспособность. Пока он выглядит точно так же, как выглядел до этого. Единственное, как я уже сказал, по новому адресу вы сможете его теперь найти. Почему такое решение было принято? Ну, портал постепенно, в общем-то, переводится из формата коммерческого в формат больше информационного, где непосредственно вы можете получать нужную вам информацию в направлении трехмерной графики, вообще компьютерной графики. Поэтому, соответственно, с коммерческого домена.com приняло я решение перейти на информационный домен.info. Так что имейте это в виду. Возможно, вы где-то в видео будете встречать еще старые ссылки на портал CGScope.com. Если такое вы встретите вдруг, пожалуйста, сообщайте. Это можно делать в комментариях на YouTube-канале. Это можно делать, написав на адрес нашего ресурса. Об этом я расскажу буквально через одну минутку. И я буду исправлять эти ссылочки. Также будьте внимательны, чтобы не появлялось доменов дубликатов. Сейчас по адресу CGScope.com нашего сайта нет. Поэтому будьте внимательны, чтобы вы пользовались оригинальным ресурсом, тем ресурсом, который я веду. Еще раз напомню, CGScope.info теперь новый адрес нашего портала. Во всем остальном сайт не поменялся. Пока такой. Я в будущем хочу сделать небольшой редизайн, но не знаю, как по времени это займет. Посмотрим. Это пока план. Также, кстати, хочу сказать о том, что у нас есть Facebook-страница. Возможно, некоторые из вас об этом не знали. Те, кто пользуется этим ресурсом, Facebook может зайти и подписаться также на нашу страницу, где я стараюсь дублировать те же самые новости, которые мы с вами видим на YouTube-канале. Но, возможно, тут чуть-чуть там больше какой-то дополнительной информации появляется. Что касается ресурса ВК, ВКонтакте, некоторые из вас пишут сообщения мне оттуда. Это в основном жители других стран, не Украины. Скажу сразу, я об этом писал в комментариях, возможно, не все знают. Указом президента Украины на данный момент ресурс ВКонтакте на Украине не работает, он заблокирован. Поэтому, соответственно, заходить на него я не могу и писать вам сообщение с него я тоже не могу. Поэтому, соответственно, не имеет смысла мне через него писать. По крайней мере, пока. Как будет дальше, поживем, увидим. Однако, если у вас есть необходимость связаться со мной, вы это можете сделать через почтовый адрес. Внизу на нашей страничке cgscope.com есть контактный адрес. Он практически такой же, как и был раньше. Единственное, теперь домен com поменялся на info. Info собачка cgscope.info. Вот такой простой адрес, по которому можно писать ваши сообщения. Я, соответственно, буду отвечать по мере возможности. Буду стараться это делать оперативно. Отлично. Ну что ж, на этом тогда первая новость у нас закончилась. Давайте пойдем дальше к новости второй. Вторая новость связана с тем процессом сбора ваших добровольных пожертвований, который происходил у нас, в общем-то и происходит, но активно он происходил в январе. Я, как я и обещал, хочу вам немножечко рассказать о том, к чему же мы пришли, чтобы вы видели реальную картину. Сейчас вы видите панель управления этого портала в фонде, с помощью которого выполнялся сбор ваших средств. Я зашел в категорию аналитика. И сейчас мы с вами посмотрим, какую сумму нам удалось собрать. Сейчас фильтрация стоит диапазоном в одну неделю, однако мы давайте изменим ее. Поставим установочку стартовую с 1 января, чтобы увидеть реальную картину и применим изменения. Итак, вот у нас информация относительно тех платежей, которые были выполнены. Как тут пишется, 20 платежей. Сумма в украинских гривнах в данном случае 4223,33. Однако, если немножко опуститься ниже, видно непосредственно, какие суммы когда поступали на протяжении каких дат. Видите, хоть мы сделали фильтрацию с 1 числа, но только с 9 числа были первые суммы. Вот ваши оплаты. И верхняя сумма, самая большая, она в общем-то кажется очень большой, но на самом деле она не является суммой добровольного пожертвования, она является суммой оплаты обучения одного из людей, которое на личном обучении сейчас у меня проходит. Поэтому наша с вами задача, чтобы выяснить точную сумму из этой суммы 4223,33 гривны, отнять сумму, которая не является добровольными пожертвованиями, 2739,81. Вот в результате мы получаем 1483 гривны в украинской валюте, сумма, которая пришла на пожертвование. Для того, чтобы жителям других стран было понятно, какой это эквивалент, давайте переведем ее в доллары. Для этого разделим ее на 27, потому что на сегодняшний день плюс-минус на Украине курс одного доллара это 27 гривен. Поэтому разделим на 27, в результате получаем порядка 55 долларов. Вот это та сумма, которая пришла в виде добровольных пожертвований. 19 платежей, да, всего 20, один мы сказали не является платежом, поэтому 19 платежей. Сумма небольшая, однако, тем не менее, позвольте выразить вам благодарность, огромную благодарность тем из вас, кто пожертвовал своими средствами для того, чтобы показать заинтересованность в работе портала. Я очень вам признателен, ребят, большое спасибо. Как правило, эта сумма, конечно, небольшая, двигаться с ней нам будет тяжело. Вот, поэтому, в принципе, в видео в дальнейшем я, наверное, буду побуждать тех из вас, у кого есть желание поддержать нас материально, это делать. Вот, однако, на минимальную ту планку, которую мы хотели выйти, да, это, как правило, там, 150-200 долларов, для того, чтобы хотя бы один урок в месяц регулярно был. Ну, мы с вами не выходим пока, но, тем не менее, я не прекращаю делать уроки, я буду стараться их делать. Единственное, у меня пока не будет возможности какой-то определенной, определенного графика выдерживать, но я буду стараться это делать регулярно. Поэтому, в самое ближайшее время запущу два урока, обещанных по Fusion, которые так пока и не вышли. Ну, а дальше, по мере времени, будем продолжать делать следующие уроки. Вот, это была вторая новость, вторая информация, о которой я вам хотел рассказать. И давайте перейдем теперь к третьей. Третья новость связана непосредственно с нашими уроками на портале Cgscope, даже, скажем так, на канале Cgscope. Значит, несколько нововведений, которые здесь я хочу сделать. В первую очередь, я решил попробовать к видео добавлять субтитры. Есть несколько преимуществ. Во-первых, есть категория людей, которые, возможно, могут плохо слышать. Вот, и поэтому субтитры помогут им получать информацию полноценную, нормальную из наших уроков и также развиваться в направлении 3D-графики. Во-вторых, бывают ситуации, когда просто неудобно слушать звук, можно читать субтитры, поэтому, соответственно, я решил их добавить. Ну, и в третьем, удобное преимущество заключается в том, что в этом случае все видео доступно поисковым движкам, и, возможно, это также в будущем повысит степень распространяемости видео и привлечения большего количества людей, которые заинтересованы в том, чтобы изучать те программы, о которых я говорю на нашем канале. На данный момент это Houdini и Fusion, но в будущем посмотрим. Я в качестве эксперимента попробовал такую штуку сделать в первом уроке по Houdini, пока только там, если мы сюда зайдем, в этот урок. Вот, звук выключу, хотя, по идее, наверное, вы его слышать не будете, в запись он вроде бы попасть не должен. Итак, когда мы зайдем сюда, если вот у вас включены субтитры, вот они, буковка С, да, вот сейчас они выключены, сейчас я их включил, то видно, что вот, соответственно, пошли субтитры. Весь текст, который я говорю, написан на нормальном, полноценном русском языке. Конечно же, YouTube создает субтитры автоматически, но я когда посмотрел, как он создает, очень повеселило меня это. Поэтому я решил все-таки их откорректировать. Я начал это делать в первом уроке, еще не сделал полностью, только какой-то небольшой кусок. Сделал этот процесс тоже небыстрый, он требует определенного времени. Но я постараюсь в будущем, ко всем урокам новым, добавлять эти субтитры, а также сделать субтитры к тем урокам по Houdini и Fusion, которые сейчас уже были записаны. Что касается уроков по 3D Max, Photoshop, я там делать этого не буду. Большая очень работа, и так как курс не поддерживается в дальнейшем по Photoshop и по 3D Max, то не очень вижу в этом большой смысл. А в новых уроках буду стараться их добавлять. Отлично. Это вот первый момент касательно нововведений относительно программы, относительно видеоуроков. И момент второй, о котором тоже хотел сказать, так как я по-прежнему ищу разные способы, как все-таки извлечь некую финансовую выгоду из выпуска этих уроков, для того, чтобы иметь возможность больше времени уделять записи урокам, так как пока момент, связанный с добровольными пожертвованиями, не выходит на хотя бы даже минимальную какую-то планку. Я хочу попробовать запустить рекламу в канале. Не знаю, что это будет, во что это выльется, как это будет. Буду пробовать, экспериментировать и по ходу дела смотреть. Поэтому в ближайшее время к видеоурокам появится реклама. На протяжении остатка февраля месяца и марта она точно будет включена, для того, чтобы посмотреть, что она вообще дает, дает ли она какое-то преимущество с точки зрения получения средств, которые можно было бы использовать на то, чтобы активнее выпускать уроки, а не с большими паузами. Надеюсь, она сильно вас раздражать не будет, но в будущем, через полтора месяца, вернемся к этому вопросу, посмотрим, что как. Вы также можете писать какие-то свои отзывы, мысли относительно этого момента. Возможно, кстати, вопрос рекламы будет решать проблему для тех, для кого сложно поддержать материально нас. То есть никаких затрат не нужно будет, просто несколько секунд просмотреть, или дождаться, пока пройдет рекламный блок и так далее. Поэтому посмотрим, и в дальнейшем будет видно, как и что. Остановимся мы на таком варианте или же нет. Ну что ж, тогда на этом все. Все, что хотел вам рассказать. Спасибо, что послушали. В ближайшее время услышимся с вами. Я вернусь с новыми видеоуроками. Так что, думаю, в ближайшую недельку-полторы появятся новые уроки. Буду рад услышать ваши отзывы и комментарии по этим урокам. Ну а на сегодня тогда все. Финиш, ребят. Спасибо вам большое. И до скорой связи. Пока-пока. С вами был Дмитрий Патреваев. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что у нас впереди много интересной информации. Всего доброго. Пока всем. Субтитры подогнал «Симон»